Я неравнодушен к этой жизни, я неравнодушен к каким-то событиям. Меня все колышет и трясет, как и самолет. И когда я летел вниз головой, горка перевернулась, я подумал, зачем я это делаю вообще? Приблизься чуть поближе, чтобы... Честно говоря, после того, как я забиваю гол ближайшие 5-10 секунд, я не отвечаю за свои действия, потому что в этот момент испытываю чувство эйфории и просто не контролирую все, что я делаю. Это происходит искренне, происходит откровенно, чисто. Это просто искренняя радость футболиста, который не так часто забивает и который дорожит каждым забитым голом, каждой победой своей команды и просто живет этой игрой. Даже вот что касается празднования, которое я пародировал, Артема Дзюба, это тоже я помню, когда первый раз это вообще случилось в игре с Ростовом. Это первая игра была второго круга прошлого сезона. Я просто это сделал спонтанно и потом думаю, почему бы не повторять каждый раз, когда он делает какое-то результативное действие или я. Какое-то время я это делал, потом подумал, надо двигаться дальше. Не скажу, что что-то свое придумал, но просто отдался, так сказать, своим эмоциям. И вот то, что вы видите в последнее время, это вот чисто импровизация. Наверное, да, это гол Уралу. И по важности, в принципе, и по зрелищности. Достаточно неплохой, красивый гол. Скажу честно, если бы мне еще 10 раз так изи навесил, я бы даже поворотом не попал. Поэтому отмечу, да, этот забитый мяч. Я, надеюсь, Михалыч не посмотрит. Я не люблю один в один играть на тренировке. Это вот, что касается нелюбимого. Любимое – это завершение с фланга. И именно тогда, когда я завершаю, не подаю. Себя, на самом деле, объективно тяжело оценивать. Думаю, это надо оставить специалистам. Но раз уж ты спросил, я отвечу. Все-таки первое – это агрессия. Спортивная агрессия, которая иногда перерастает в нечто, скажем так, плохое, что влечет за собой последствия. Это искренность и трудолюбие. Вот три качества, которые мне помогают на поле добиваться нужных результатов. Недавно, в начале этого года, у сборной Армении была игра против Турции. И там на поле был Чалханаглу. Могу отметить этого футболиста. Ундер тоже, у той же Турции. Например, когда мы играли в Лиге Европы за локомотив против Лацию. Я не играл тогда эти две игры, пропустил что первую, что вторую. Но я вот видел Чиро и Мобили других футболистов. Но из тех, с кем я играл, скажем так, на зеленом прямоугольнике, наверное, из самой звездной – это был… Это был Рэмзи. Аарон Рэмзи. За сборную вальс. Хорошо играть в футбол. Вот этому я бы хотел научиться. Это без шуток, если честно. Может быть, в перспективе играть на фортепиано. Я человек, который не любит принимать подарки. И в свои праздники, в свой праздник, вернее, день рождения, там, Новый год, я всегда прошу, чтобы мне ничего не дарили. Для меня главное – это внимание, на самом деле, и присутствие дорогих мне людей. Недавно я спорил со своим хорошим знакомым. Спор заключался в том, что я должен был на беговой дорожке пробежать около 25-27 километров и уложиться в определенное количество времени. А мой знакомый на эллипсе. Вот. И, собственно, этот спор я проиграл. Не будем вдаваться в подробности. И в случае его победы я должен был надеть на себя футболку с изображением всей его семьи. Собственно, я это сделал, но не на футбольном поле, а в раздевалке. Вот как раз-таки после Урала, потому что, если бы я это сделал на поле, могли бы дать просто желтую карточку. Поэтому я в раздевалке сфотографировался с этой футболкой. Вот. И ему было очень приятно. Он заслуженно победил, скажем так, в этом споре. Люди, которые меня знают хорошо, они понимают и одобряют, скажем так, смеются и заряжаются позитивными эмоциями. Если придет человек со стороны, который меня не знает, и увидит, как я общаюсь со своими друзьями, со своими знакомыми, с товарищами по команде, он подумает, что я какой-то высокомерный типсон. Вот. Но когда меня люди узнают поближе, они видят, что за этой физиономией скрывается вполне адекватный, веселый парень. На самом деле, любая мелочь, я человек, который все воспринимает близко к сердцу. И, с одной стороны, это хорошо, с другой, это плохо. Хорошо это почему? Потому что я неравнодушен к этой жизни, я неравнодушен к каким-то событиям, ситуациям. А с другой стороны, вот с плохой, бывают моменты, когда какие-то вообще ситуации мелочные, которые не требуют такой реакции. И это плохо сказывается на моем состоянии, на моей нервной системе, ну и в целом вообще. Поэтому в жизни меня может любая мелочь возразлить абсолютно. Вот обратная, да, сторона медали, что, несмотря на то, что я спыльчивый, я отходчивый и очень часто извиняюсь за свои, скажем так, за свою агрессию. Но ее уже стало меньше с возрастом, плюс, как я уже неоднократно говорил в своих интервью различных, что я работаю с психологом, а это тоже помогает. Нам не хватит сейчас времени, чтобы я всех перечислил. Давай скажу самые основные. Это пауки, летать и темнота. Когда мы летаем с командой, если нас чуть потряхивает, может, увидишь меня в самолете, просто посмотри на мою реакцию. Меня все околышет и трясет, как и самолет. По поводу темноты, с детства боюсь спать в темноте, и поэтому у меня всегда есть, присутствует ночью какое-то освещение, хоть и маленькое, но присутствует. Или тогда, я не знаю, меня могут украсть какие-то силы потусторонние. Это в моей голове так. По поводу боязни пауков, но пауков многие боятся, наверное, поэтому пауки. Я бы хотел сыграть Аладдина. Если ты спросишь, почему, странно, что ты не спрашиваешь, но я за тебя спросил, почему. Я тебе отвечу, почему. Потому что Аладдин может исполнять любые желания, в том числе и дорогих для него людей. Конкретного блюда нет. Есть продукт, это макароны. Я очень люблю макароны в разном сочетании, вообще разных видов. И в моем рационе они присутствуют практически каждый день. Если так вот прямо углубиться сейчас, да, в свои мысли какие-то, то, наверное, креветки-васаби. Вот мое любимое блюдо. Кабачковая икра. Вот лично я, не знаю, как другие, это дело каждого, но лично я с возрастом стал ловить себя на мысли, что жизнь и так хрупкая штука. И еще подвергать себя каким-то негативным вещам, которые могут влиять на твою жизнь. Это не слишком рационально. Отношусь, наверное, больше негативно, чем положительно. А из того, что я делал, самое экстремальное, это вот как раз таки в этом году мы были на сборах в Дубае, поехали в парах аттракционов, и там я прокатился на американской горке два раза подряд. И когда я летел вниз головой, горка перевернулась, я подумал, зачем я это делаю вообще? И второй раз прокатился. Второй раз уже не думал. Ресницы. Приблизься чуть поближе, чтобы... У меня есть любимая девушка, и... Я думаю, это дело не во фразах, а дело в отношении к человеку. Если ты спрашиваешь к тому, что после этой фразы должны какие-то отношения последовать серьезные, то думаю, тут ты можешь говорить все, что угодно, главное быть искренним, честным, открытым и правильно относиться к девушке. Раньше меня очень смущало большое присутствие зрителей на стадионе. У меня действительно был страх. Я всегда думал, что... А вот если я ошибусь, как они на это отреагируют? Со временем, конечно, эта боязнь у меня ушла, потому что с такой скованностью из-за этих мыслей нельзя показывать себя на сто процентов. Последнее время меня вообще ничего не смущает. Так что однозначно я ответить тебе, что меня может смутить, я не смогу. Так что на сегодняшний день меня ничего не смущает. Ничего, я, к сожалению, не любитель готовить. Максимум, что могу сделать яичницу, и то придется ехать за новой сковородкой. Мое мнение просто такое, что у каждого свои обязанности, у мужчины они свои. у девушки и женщины они свои. И мне всегда готовит мой любимый человек. Идеальный отпуск. Вообще, в целом, в отпуске я всегда стараюсь поддерживать форму и очень много времени уделяю тренажерному залу. Считаю, что пока идет моя карьера, я не могу позволить себе, я не хочу даже позволять себе чего-то лишнего в том плане, что лежать просто пузом кверху, набирать лишний вес, футбольный век он и так короткий. Так что для меня идеальный отпуск это будет неделя на море и на сборы. Собственно, как это и произошло этим летом. Никогда. Вот последние 3-4 года я вообще к мячу не притрагиваюсь за время отпуска. когда был еще в Академии ЦСКА там в молодом возрасте, возвращаясь каждый раз в Санкт-Петербург домой к себе на время отпуска, не вылазил с так называемой коробки и играл там постоянно. Вот сейчас же понимаю, что получить травму очень просто, то есть это ответственность большая. И плюс я стараюсь вот копить в себе это желание за время отпуска для того, чтобы соскучиться по футболу. И стараюсь делать так, чтобы этого футбола было меньше у меня в отпуске. Я могу поиграть в волейбол, не позавидую той команде, в которой я буду играть, но не скажу, что прям с каким-то энтузиазмом это сделаю. Скорее просто для того, чтобы разнообразить свой досуг во время этого отдыха.